Приветствую вас, прочитал ваш текст, вашу тему, которую вы создали, вот, прочитал то, что вас беспокоит, и постараюсь ответить на вопрос, который вы задаёте. Во-первых, если вы добрались до тех основ, которые вы добрались, то вы добрались наверняка с кем-то, вряд ли вы не могли добраться до этого самостоятельно. Соответственно, тот специалист, который вы добрались, должен вас вести дальше. Что с этим делать? Проживать свои чувства, проживать свои эмоции, свои переживания, выражать их, выплакивать и так далее. Что касается тех моментов, которые вы общали дальше, не в своём начальном сообщении, а дальше, то здесь я могу обратить внимание на следующее. Вы явно продвинутый клиент, который, как вы говорите, пополняет своё образование, который обладает, судя по всему, рядом психологических знаний, обладает неким настороженным, скептичным, ироничным взглядом на специалистов. Я, к сожалению, встречал таких людей, и я могу вам сказать, с точки зрения профессиональной психотерапии, ни ваше знание, ни скептическое отношение к специалистам пользы вам не принесут. Наоборот, те знания, такие знания, как ядро травмы, такие знания, как просто травма, как депрессия, как прочие вещи, которые вы используете, например, флэшбэк. Эти слова тоже за что вы прячетесь, зачем вы прячетесь. С субъективной точки зрения, с субъективной точки зрения, не важны причины, порождающие ваши эмоции, а важны сами эмоции и чувства. И те депресс, то депрессивное состояние, которое у вас было в школе, как я понял, оно вызвано не драмой, скорее всего, если это была психологическая депрессия, а не физиологическая. Депрессия была вызвана чисто психогенными факторами, и как бы вам стоит отделить телесную составляющую, физиологическую, от психологической. Безусловно, они соприкасаются, безусловно, они взаимодействуют друг с другом, если мы говорим про психосоматику, но разделять их тоже очень важно. И я хочу сказать, что вы можете докапываться до какого угодно уровня глубины, но боль ваша и ваше психологическое состояние никак не зависит от уровня глубины, до которого вы дойдёте. В том смысле, что не глубина определяет вашу проблему, а скорее те противоречия и конфликты, которые у вас есть, те психологические сложности, которые у вас присутствуют, если присутствуют. Если же речь идёт о телесных моментах, то здесь мы можем говорить о совершенно другой области. Ваш вопрос, который вы задаёте, он совершенно и полностью вырван из контекста вашей психологической картины и истории. В том смысле, что вы просто вырвали из своей, условно говоря, из своего психологического пути и своей психологической реальности кусок и дали его нам, предложили нам с ним что-то делать. Сказали, вот что мне с этим делать, если я вот дошла до ядра травм. Ну вот вам сказали, что это ещё не ядро травм, ну допустим, до определенного момента я дошла. Вот что делать дальше? Если мы допускаем строение человека примерно из той же материи, что и вся природа, то лично я допускаю, что дифференциация, то есть разделение, может идти бесконечно. Поэтому вы можете бесконечно идти и бесконечно погружаться в глубины, но ни до чего это хорошее вас не доведёт. Напротив, вы перестаёте жить здесь и сейчас. И флэшбэк, который вам приходит, свидетельствует о том, что гораздо таки здесь и сейчас вы не живёте. А вот эмоции, потребности в том, чтобы жить здесь и сейчас, вас сохраняют. Флэшбэк вызван именно этим. Я отдаю себе отсчёт в том, что не смогу вас переубедить и не хочу переубеждать на самом деле. Просто всё, что вы описываете, очень похоже, включая ваше поведение, ну вот в этой ветке форума, очень похоже на, знаете, такой образ жизни. То есть психотерапия как образ жизни. Я не знаю, я могу ошибаться здесь, я не претендую ни в коем случае на истину, но есть такие люди, которые занимаются психотерапией ради образа жизни. То есть они не только занимаются психотерапией, они идут и изучают, они вступают в диалог, в полемику со специалистами. Они как бы начинают сами себе стараться помочь. То есть основная, мне кажется, ваша проблема заключается в том, что вы не готовы довериться полностью специалисту. Основная ваша проблема, мне кажется, в том, что вы не доверяете специалистам и людям. Насчёт людей говорить не буду однозначно, а вот насчёт специалистов – да. И вот, собственно, проблема доверия, она, мне кажется, стоит в этом случае очень остро. И мне кажется, что в этом направлении вам стоит двигаться. То есть не забывайте о том, для чего это всё, для того чтобы жить здесь и сейчас. И именно на то, чтобы жить здесь и сейчас, на то, чтобы быть гармонично, на то, чтобы понимать свои чувства, на то, чтобы жить максимально возможной, хорошей, адекватной жизнью, на то, чтобы идти к своим целям, идти вперёд, должна быть направлена терапия, а не на то, чтобы постоянно находиться в ретроспективе, постоянно находиться в рефлексии, постоянно находиться в возрастной регрессии, либо стремиться в неё. То, что вы говорите, глубинная, глубинная, длительная разговорная терапия – очень хорошо. Но есть риск того, что это затянут, есть риск того, что это превратится в ваш образ жизни. Потому что там эмоций больше, и впечатлений, и переживаний, и даже боли, которые вы испытываете, больше, чем в реальной жизни. Реальная жизнь, по-настоящему, кажется, тусклой. И вот как бы вы не стали зависимы от этого. Я таких клиентов встречал. Естественно, не знаю всей вашей истории, но я могу сказать только то, что вы сами отчасти ответственны за некую предположительность в моём ответе по той простой причине, что свою явно не самую короткую, не самую бедную историю вы залили буквально в четырёх строчках. Ну, как изложили историю, такой ответ. Ответ и получается. Но не думаю, что можно профессионально, адекватно дать вам рекомендацию по поводу того, что делать с тем ядром травмы, я сейчас просто беру ваш термин, что делать вам без знания всей протестуры или хотя бы без знания в общей карте картины. И вообще, необходимо оценить, а то, что вы делаете, это вообще насколько адекватно, насколько это реально, насколько это вообще полезно для вас. Какова вообще конечная цель, вы что рассчитываетесь, вы к чему стремитесь, вы для чего туда двигаетесь, как бы, насколько это вам полезно, в общем. Понимаете? То есть, мне кажется, что запрос, что делать с ядром травмы, не является запросом. Запрос, что делать с ядром травмы, является запросом из позиции жертвы. Мол, вы мне варианты предлагаете, а я, я просто буду выбирать. Ну, это, мне кажется, не совсем, не совсем та позиция, которая ведет к сотрудничеству. Мне думается, что способ, при котором клиент способен добиться результатов, это когда он активно сотрудничает с специалистом. А сотрудничество, как вы знаете, оно всегда ради чего-то. И вот, если это ради чего-то, эту цель сформулировать, да, то есть, что вы хотите, что вас реально беспокоит, что вот здесь уже есть вариант. И если вы хотите, если вы хотите именно к этой цели прийти, если вы хотите эту цель достичь, достичь, что здесь вам вот необходимо, доверяя своему желанию к этой цели прийти, вам необходимо довериться специалисту. То есть, насколько вы доверяете своему желанию прийти к определенному цели, который, как правило, лежит в перспективе, а не в ретро перспективе. Настолько вы доверите специалисту и который выберет для вас адекватную форму психотерапии, которая была бы направлена именно на изменение вашей реальной жизни, а не на такие вот метафизические категории, о которых вы говорите. То есть, сами флешбеки, это не метафизическая категория. То есть, она реально, она привязана к вашей жизни. А вот то, что вы говорите про, значит, то, что у вас, вот как вы сказали, шоковые впечатления младенца, который на некоторое время родился мертвым, это метафизика уже, это уже метафизика. И я понимаю, что, скорее всего, на меня обручится сейчас ваш негатив, вот, или вы посмеетесь, или что-то еще будет, но еще никому такого рода действия не помогали. Еще никому. Тот же психоанализ неоднократно подвергался критике именно за приоритетность ретроспекции в процессе. За счет чего, за счет чего процесс терапии был долгим, дорогим и не гарантировал результат. То есть, вопрос в том, на что вы ориентируетесь, вопрос цели, а цели как раз таки нет. Вот, что делать с этим нейтром травмы, что делать, чтобы что? Избавиться от боли, это потенциал для личностного роста. Простить маму, это вопрос с принятием. Что делать, чтобы что, Юлия? На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...